Это Вести, мы продолжаем следить за развитием событий и начнем вот с этой новости, в которой, конечно, сейчас пытаемся разобраться. Но вначале предыстория. Редакция телеканала BBC требует от сотрудников предоставить любые доказательства того, что во французские протесты вмешивается Россия. Ну, хоть какие-нибудь. Это следует из переписки, которая сегодня появилась в интернете. В поисках жареных фактов журналистка BBC написала корреспонденту одного из французских изданий. Им поинтересовалась, вот цитирую, наваривается ли российский бизнес на демонстрациях. На что ей, в принципе, ответили, что, в общем-то, россиян на протестах как-то не заметили. Ну, сотрудница BBC здесь расстроилась, в ответ посетовала, мол, родная редакция требует крови. Что ж, весьма любопытно. С нами сейчас на связи главный редактор «Мия России сегодня» и телеканал РТ Маргарита Симоньян. Маргарита, приветствую. Здравствуйте. Вот первую вязанку дров в костер подбросила на неделе, на этой же неделе. «Таймс». При этом, об этом в том числе и наш корреспондент в Париже рассказывал. В Пору на месте протестов поискать не русский след, а западных журналистов, которых там как-то незаметно. Это правда. Наших журналистов там очень много. Может быть, именно в этом заключается русский след. У нас уже 13 человек только пострадавших на этих протестах. Там думы, лица разбили. Но, понимаете, вся эта история нам говорит о чем? Нам говорят о том, что сомневаться в том, что эти граждане работают просто по элементарной методичке, не приходится. Девочка, корреспондент BBC пишет. Найдите мне русский след. Начальство требует. Понимаете? У нее начальство требует найти русский след. То есть информация распространяется не как это вообще-то всегда было принято. Есть история, и мы о ней рассказываем. А начальство, уж не знаю фамилии этих людей и откуда им в свою очередь скидывают задания, формирует, что должно быть. И дальше уже под это, что должно быть, несчастные девочки и мальчики. А грусть самая большая заключается в том, что это наши с вами соотечественники. Потому что речь идет о русской службе новостей. И девочка это русская, которая это пишет, потому что у нее ее начальство, оплачиваемое форин-офисом, чужим государством, не самым к нам дружественным, у нее требует найти доказательства плохого поведения России, русского следа. И она из кожи вон лезет, чтобы эти доказательства обнаружить. Я, во-первых, не понимаю, как это вообще возможно, ни с этической точки зрения, ни с правовой точки зрения. Почему это должно происходить вообще в нашем государстве? Я вот уверяю, что если бы нечто подобное случилось в тех же Штатах, ну не просто скандал был бы до небес, а были бы самые серьезные правовые последствия у всех. Понимаете? А мы люди добрые. Да, мы люди добрые, и мы люди, которые как-то еще и работают в таких не очень простых условиях. Вот телеканал РТ Франц, который не пускают к Эммануэлю Макрону и не пускают во всякие правительственные учреждения, он все-таки сейчас на улицах-то как раз работает. Вот здесь получается такой вот конфликт интересов, что ли, с мейнстримовыми медиа. Вот на этот счет наверняка здесь тоже сейчас много критики идет со стороны, опять же, французских властей. Ну, конечно, как нас не критиковать, если наши видео собирают просмотры в десятки раз больше, чем некоторые французские имена, главные медийные имена, которые известны всем, в том числе в России. Конечно, они будут нас критиковать. Когда у нас оказывается видео, которое нам предоставляют полицейские, бесплатно просто нам отправляют, французские полицейские, работающие на протестах, видео, которое они снимают сами, они его дают нашим корреспондентам и говорят, покажите это Путину, в его стране это невозможно. Мы выдаем это в эфир, и дальше французские каналы вынуждены брать наш эфир с нашим логотипом и показывать у себя, потому что у них такого видео нет. Ну, конечно, они будут на нас жлиться, а что им делать? Ну, еще, конечно, вопрос, как чувствуют себя ребята, которые пострадали во всех тех беспорядках, которые наблюдались во Франции. Мы вот сейчас только что видели как раз фотографию журналистки, которая получила чем-то в лицо, там как раз кровь была хорошо видна. Это наши как раз. Да, да, да. Как их самочувствие, как они себя сейчас ощущают? Ну, слава богу, ни у кого из наших нет таких травм, которые были бы серьезной угрозой здоровью. Многие, получив медицинскую помощь, возвращаются на те же протесты. Ну, работа у нас, вы знаете, такая, да? Назвался груздем, полезая в кузов бегать по протестам в том числе. Слава богу, пока обошлось без травм. Ну, у кого-то останутся шрамы, у кого-то останутся там какие-то последствия от отравления газом. У всех по-разному. Ну, да, получить отравление с изотачевым газом в такой ситуации сейчас проще простого, наверное. Маргарита, спасибо. С нами на связи была главная редактор МИА России Сегодня, телеканал РТ Маргарита Симоняна. А мы сейчас переходим к другим новостям.